С 1 марта все самарские школы оборудуют рамками металлодетекторов. Усиление мер безопасности в образовательных учреждениях принято в том числе после трагических событий в Перми и Бурятии. Поможет ли современная техника уберечь от трагедии, как победить детскую агрессию, сегодня обсуждали за круглым столом педагоги, врачи и полицейские. С подробностями Алена Алешина. Резня в пермской школе и ЧП с учениками в Бурятии эхом прокатились по всей стране. В школах начали усиливать меры безопасности. Под особое наблюдение взяли трудных подростков. Такой табличкой на входе учебного заведения сегодня уже никого не удивишь. Террор ищет новые мишени. Охранник 132-й Самарской школы Борис Антропов заверяет. Всех учеников знает в лицо, посторонним вход воспрещен. Тревожная кнопка, она всегда со мной, чтобы я в любой момент мог ее воспользоваться. В случае нападения или другого какого. Пользовались кнопкой хоть раз? Ну, в экстремальных условиях не приходилось еще. Есть друзья, которые хотят попасть в школу, хотят присутствовать, например, на уроке, чтобы посмотреть, как у вас учат. Такое тоже бывает. Всякие ситуации. Бывает такое, что приходят чужие люди, которые, так скажем, в неадекватном состоянии. И естественно, что у этих людей охранник на входе останавливает и не пропускает дальше. Кнопка тревожной сигнализации, камера видеонаблюдения, громкая связь. Многие школы Самары сегодня оборудованы по последнему слову техники. Однако это не гарантирует защиту от внешних угроз, говорят специалисты. Угроза может затаиться внутри школы и увидеть ее в современных учениках, погруженных в гаджеты, где агрессия нынче в моде порой сложна. Телеэфир, с которого льются эти примеры агрессивного поведения, причем примеры эти преподносятся таким образом, на мой взгляд, что для неокрепшей психики подростка они выглядят как пример для подражания. Я уже не говорю про интернет, он действительно представляет в этом смысле огромную опасность. Зачастую источником детской агрессии становится семья. Скандалы, материальные трудности и попустительство родителей толкают детей во все тяжкие. Между тем, благополучие детей в руках самого близкого окружения. Школа лишь помощник, подчеркивают специалисты. Есть закон о психиатрической помощи, согласно которому до 15-летнего возраста подростка решение о том, что дойти ли до врача-психиатра или не нужно ли доходить, принимает родитель. Если действительно родители не согласны, то вот как раз те самые психологические защиты, отрицания, нет у моего ребенка никаких проблем, ну вот такой результат, итог мы с вами, к сожалению, увидели. Определенная равнодушие, а порой и агрессия исходит и от педагогов, которые в свою очередь винят бюрократическую загруженность. И мы сегодня тоже очень тревожимся по этому поводу, ищем самые разные способы, чтобы, во-первых, вовремя увидеть эту агрессивность учителя, быстро на нее отреагировать, снять это напряжение, либо все-таки сказать учителю о том, что он выбрал не свою профессию. Решить проблему школьной агрессии поможет вовлечение учеников в активную деятельность, считают эксперты. Спорт, волонтерское движение, трудоустройство на время каникул – все это уже дает результаты. За пять лет подростковая преступность в Самаре снизилась на 65%. Алена Алешина, Александр Каракулько, Новости губернии.